Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Российская футбольная жизнь ненадолго затихла. Даже сборная без лишней нервотрепки, обеспечившая себе участие в чемпионате Европы, играет лишь в товарищеских матчах. Игроки Крыльев, не получившие вызов в национальные команды, сражаются с непогодой в Самаре. Игровую практику на выходных получили лишь дублеры, которые сыграли на третьем поле Металлурга двухсторонку с участием группы молодых игроков из Тольятти и Сызрани. Матч получился результативным и закончился победой команды в Белом 5-2. Несмотря на морозную погоду, игра получилась содержательной и тренерский штаб остался доволен увиденным. Недавно в Самаре стартовал уникальный для России футбольный проект. Группа энтузиастов задумала создать народную команду, которая объединила бы усилия любителей футбола и смогла бы выступать на профессиональном уровне. Звучит утопически, скажете вы, но вам ведь тоже интересно, что из этого получится. Сегодня у нас в гостях идеологи проекта Евгений Морозов и Иван Макаров. Евгений, Иван, добрый день. Добрый. Добрый день. Давайте начнем с того, что расскажете немножко о себе, потому что не все болельщики вообще знают, кто вы и чем вы занимаетесь. Я спортивный юрист, работал в Российском футбольном союзе, в футбольном клубе Москва, футбольный клуб Анжи. Сейчас занимаюсь частной практикой юридической и в том числе спортивными инвестициями. Ну, если говорить обо мне, то у меня вообще профессиональная составляющая – это преподавательство и научная работа в сам ГТО. Но все свое свободное время я посвящаю футболу уже длительное время, организовываю любительские соревнования в Самаре и занимаемся тренерством, с детьми занимаемся. То есть такое вот направление, как хобби, переходящее в работу. Как вообще появилась идея такого футбольного клуба и в чем она заключается? Расскажите поподробнее, потому что в рамках нашего российского футбола не очень укладывается в голове, как это возможно и по каким принципам. Идея народного футбольного клуба в Самаре витала уже давно в голове, но в связи с тем, что не было, скажем так, инвестиционных каких-то планов, она как-то стопорилась. На сегодняшний день появилась возможность построить стадион в Самаре и, соответственно, под этот стадион, то есть место, на котором будет играть эта команда, соответственно, и пришла мысль ее уже реализовывать. Одна из составляющих нашей идеи в том, что люди, которые могут совместно, ну, количеством каким-то определенным создать этот футбольный клуб, они будут влиять на все решения, которые принимаются внутри этого футбольного клуба. Если брать профессиональный футбол, то когда ты простой болельщик, ну, ты можешь поддержать команду на стадионе, ты можешь поучаствовать в каких-то мероприятиях футбольных, командных, но ты мало решений можешь принять на уровне руководства клуба. Каждый человек, который будет иметь отношение к клубу, будет являться членом клуба, может высказаться, может прийти к руководству, может посмотреть бюджет, может предложить свои идеи какие-то по развитию, может сам непосредственно на конференции клуба задать вопросы, повлиять на изменение устава, повлиять на заработную плату футболиста. То есть, смысл именно в этом. Тебе, как юристу, наверное, вопрос, а как это вообще будет организовано у любой организации, тем более у профессионального футбольного клуба должна же быть какая-то организационно-правовая форма, устав, цели? Надо организационно-правовую форму, мы сейчас думаем, но очевидно, что это будет некоммерческая организация, основанная на членстве. Это будет либо некоммерческое партнерство, либо региональная общественная организация. То есть, если смотреть в юридическую плоскость, то есть мы видим, то есть есть региональная общественная организация, например, какая-то там областная федерация футбола, есть Российский футбольный союз. То есть, Российский футбольный союз является общественной организацией, да, то есть у них есть конференция, куда как раз входят члены вот этой конференции. То есть, члены Российского футбольного союза как раз и принимают все решения ключей, принимают устав, принимают отчетность, все. То есть, здесь по аналогии именно с этими организациями будет управление клуба. То есть, члены, они будут официальные, то есть, вступят официально в наш клуб в соответствии с уставом, получат членские билеты и будут на основании этого билета членского осуществлять управленческие функции. Есть ли вообще какие-то прецеденты подобные, если не в России, то, может, в каких-то других странах? Ну, прецеденты, конечно же, есть. Не всегда смысл и цель в точности совпадают с нашей идеей. Но, если вот раскрыть секрет, то мы уже общались с нашими коллегами из Беларуси, которые вот совсем недавно вышли в высшую лигу. Вот, по интернету, по скайпу связывались, собеседовали. Они с нами делились своим опытом. Я думаю, вот Евгений расскажет про совсем недавний пример из России, из города Москва. Если брать футбольный клуб «Квазар». Ну, да. Примеры, на самом деле, есть. Если брать Англию, то в Англии, например, есть футбольный клуб «Юнайтед оф Манчестер», который состоит полностью из руководства клуба и финансирование состоит из членских взносов. Ну, конечно, они финансируются так за счет спонсорства, да, но большинство денег как раз членский взнос. То есть они успешно, если не изменяют, по-моему, в седьмом или шестом дивизионном сейчас играют в Англии. Что касается России, то, да, действительно, есть футбольный клуб «Квазар», который пытался в Москве осуществлять подобную деятельность тоже за счет членских взносов. Но, к сожалению, Москва перенасыщена футболом, перенасыщена спортом, различными событиями. Не всегда жителю Москвы интересно вкладывать свои деньги во что-то. То есть у него много занятий. Что касается Самары, то здесь один футбольный клуб, вокруг которого все объединены. То есть мы не говорим о том, что мы идем против условных крыльев советов. Мы создаем свое, создаем для народа, для болельщиков в том числе. И, надеюсь, может быть, совместно с крыльями как-то получится. Футбол – это не просто игра миллионов, да, это еще что-то, что требует совершенно отдельной инфраструктуры, очень серьезной инфраструктуры. Уже немножко прозвучало про стадион, вот можно об этом подробнее. Где команда должна играть? Как, кроме стадиона, это же еще и тренировки, причем в нашем климатическом поясе иногда и учим тренировочные сборы. Действительно, основной проблемой любительских футбольных клубов, которые выступают в третьей лиге, является место для игр и место для тренировок. То есть основной бюджет, большая часть бюджета уходит на аренду стадионов и на аренду для тренировок, для матчей. Соответственно, у нас планируется свой собственный стадион. Мы сейчас ведем переговоры с рядом организаций по строительству, то есть выбираем место, где будет у нас стадион. То есть при наличии договоренности мы построим стадион, и команда будет играть там. То есть планируется команда, детская, юношеская спортивная школа, ну, в общем, вся инфраструктура для команды, чтобы она спокойно играла и не думала о том, где взять деньги на аренду стадиона. Вот я представляю, это же совершенно такие неокупаемые в ближайшей перспективе финансовые вложения. То есть речь идет все-таки больше о каких-то меценатских действиях? Нет, по строительству стадиона у нас есть инвестор, который строит стадион для коммерческих целей. Но команда наша будет играть там абсолютно бесплатно и тренироваться. Отдельный вопрос – это футболисты, профессионалы. Какие спортивные задачи будут ставиться перед командой? Насколько высоко она вообще может взлететь? Будет ли это все-таки футбол любительский? Или есть желание играть и в профессиональный футбол? Начинать, может быть, со второй лиги выходить туда. И, соответственно, где же брать такое количество мастеровитых футболистов, которые, безусловно, нужны для выступления? Футболисты, то есть философия наша, философия нашей команды – это футбол для города, футбол для народа города Самары, Самарской области. Соответственно, привлекать кого-то со стороны мы не собираемся. То есть мы будем искать футболистов. И у нас уже есть определенный пул игроков, которые готовы играть в нашей команде. То есть игроки будут исключительно из города Самары, Самарской области. Что касается дальнейших перспектив, все будет зависеть от того, какое количество членов у нас будет. Потому что все-таки основное финансирование команды будет за счет членских взносов. Если народ в нас поверит, и количество членов каждый год будет увеличено, соответственно, будет увеличиться финансирование. То есть мы помимо членских взносов будем работать над привлечением спонсоров. Мы будем ставить задачу, конечно, выхода в профессиональный футбол. Потому что любительские – любительские, но надо все-таки думать о будущем, думать о профессионализме, о дальнейшем и о развитии. А сколько вообще планируется привлечь людей? Сколько человек могут, на ваш взгляд, и должны таким образом участвовать в жизни клуба? Потому что если каждый придет со своими мыслями, со своими идеями, с определенными амбициями, то если таких людей будет слишком много, они тоже наверняка не смогут договориться. Какое количество членов хотите набрать, и сколько есть уже сейчас? Привлечение членов началось относительно недавно. На сегодняшний день у нас пока порядка 15 человек, из них довольно известные люди в мире спорта, в том числе и профессиональные футболисты. Например, Иван Шпаков, который являлся игроком Крылья Совета в свое время. Количество членов, для нас, как говорится, чем больше, тем лучше, потому что от членов зависит финансирование. Чем больше членов, тем больше взносов. Соответственно, мы не ставим себе цель зарабатывать на этом, на членских взносах. Все членские взносы уходят исключительно на деятельность команды. То есть заявочный взнос, оплата судей, форма. И, соответственно, футболистам надо же платить. Соответственно, все члены будут принимать решения по заработной плате по премиальным футболистам. И мы с Иваном обсуждали, чем больше у нас членов, тем меньше членский взнос. То есть на сегодняшний день мы поставили себе цель тысячу членов. Нам необходимо для того, чтобы начать функционировать, начать выступать в третьей лиге. Считали ли вообще бюджет команды, уровень КФК, это считается еще любительский футбол, сколько нужно привлечь инвестиций, чтобы просто начать выступать за весь команд? Да, конечно, мы считали. На сегодняшний день нам без всяких излишеств, без шикарных гостиниц, без автобуса и так далее, чтобы мы добирались там самостоятельно, нам нужно порядка трех миллионов рублей. На сезон? На сезон. Ну, соответственно, выход в профессиональный футбол, наверное, раза в десять, да, увеличивает эту сумму? Ну, для того, чтобы играть в профессиональной футбольной лиге во второй дивизионе, нужно минимум 25 миллионов. Это просто минимум, чтобы вот минимальные зарплаты, минимальный штаб. Основные расходы, конечно, связаны с переездами команды и заработной платой. Очень любопытно. Вы же очень много общаетесь с людьми, наверняка, как-то рассказываете тоже о своих мыслях. Какие вот самые такие распространенные проблемы встречаете? Какое мнение вот у людей, которые с этим сталкиваются первый раз? Все ли понимают, все ли разделяют? Из моего круга общения все, с кем я общался, все доверяют. Ну, не на все сто процентов, но на восемьдесят. То есть есть доля сомнения, что получится, и получится привлечь именно столько денег, сколько нам нужно, и столько членов. Доверие есть, но всегда нужно понимать, что на первых этапах работы, когда только вот зародилась идея, первые шаги мы стали делать для того, чтобы воплотить это в жизнь, люди, учитывая наш менталитет, они все равно считают, что это в определенной степени утопия. Это вполне нормально, мы понимаем об этом, потому что примеров мало, и удачных примеров мало. Но многие, с кем вот я, например, общался, они ждут дальнейшие шаги. Если дальнейшие шаги будут происходить по развитию этого клуба, то, конечно же, они нас поддерживают. Вот это вот из моего круга общения. Если брать незнакомых людей, то, ну, в первую очередь, опять же, коснемся нашего менталитета. Главный вопрос, куда пойдут средства. То есть при объяснении, что это все финансово прозрачно, люди все равно хотят видеть, как это будет работать, какие решения они могут принимать, как будут проходить собрания и так далее. Есть ли какой-то план по времени? Когда должно произойти одно, когда должно произойти другое? Когда команда должна начать выступать? И в конце концов, под каким названием это все произойдет? Думали ли об этом, как будет называться, цвета, логотипы? Общался с председателем Межрегионального объединения при Волжье. То есть у них в конце ноября, с их слов, должна произойти конференция, на которой они утвердят регламент, сроки подачи заявки. Соответственно, с их слов, с конца ноября вся эта процедура должна начаться. Старт чемпионата планируется на апрель месяц. Соответственно, мы за этот период должны уже постараться привлечь достаточное количество членов, чтобы заявиться. Потому что там заявочный взнос, по-моему, 300 тысяч рублей. Но они позволяют воплотить частями. То есть можно какую-то часть собрать, заявиться. Над названием команды мы сейчас думаем. То есть мы устроили небольшое голосование в группе ВКонтакте. И большинство голосов разделилось. То есть название парк футбола и ФК Самара. То есть сейчас выбираем название. Надеюсь, в ближайшее время выберем. По цветам тоже думаем, какие цвета у нас будут. Напоследок, давайте скажем несколько слов о той команде, которая у нас уже есть. И давно, и, надеюсь, навсегда. Крылья Советов первый круг завершила. Можно подвести какие-то итоги. Интересен взгляд и болельщика, который живет постоянно в Самаре, да, Вань? И болельщика нашей команды, которая сейчас постоянно находится в другом городе. Как команда выглядит оттуда. Ну и что нам ждать в ближайшем матче с ЦСКА? За любимой командой я всегда наблюдаю. То есть первая часть сезона первого круга выдалась довольно успешно. Вторая, к сожалению, немножко команда сдала. Но тем не менее, трансферная политика была проведена, на мой взгляд, очень хорошо. Были привлечены достойные опытные игроки, которые, надеюсь, после зимнего перерыва все-таки наберутся сил и команда поднимется вверх. Что ждать в ближайшем матче с ЦСКА? Ну, ЦСКА лидер. Играть будет тяжело, но тем не менее, с ЦСКА играть можно. И я надеюсь, что все-таки крылья Советов наберут очки. В последние матчи, которые я смотрел, складывалось впечатление, что совсем чуть-чуть не хватало для того, чтобы переломить поединок, который складывался не совсем хорошо, или переломить поединок, который складывался в ничью. И я думаю, что конец года, игры в сборных, у ЦСКА лидер чемпионов, есть определенные шансы на то, что наша команда после игры в ЦСКА будет в хорошем настроении. Большое спасибо. Хочется пожелать вам удачи в вашем непростом деле. Спасибо. Надеюсь, что у нас все получится, что болельщики у нас поверят в народ и присоединятся к нашему общему делу. Спасибо. Будем стараться. Кажется, что в матче ЦСКА крылья Советов фаворит очевиден. Но так ли давно крылья обыгрывали «Зенит» на Петровском? Все подробности встречи с армейцами мы расскажем вам ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. До встречи на телеканале «Губерния» и официальном сайте крыльев Советов. Пока!